Итак, перезагрузка Обамы. Как прошли самые популярные выборы в мире? И кого поддерживают русскоязычные американцы? Это знает наш корреспондент в США Ольга Лазицкая. Штат Массачусетс на политической карте США неизменно остается синим, то есть голосуют за демократов. И это несмотря на то, что нынешний кандидат от республиканцев когда-то был губернатором штата, и штаб его располагается в Бостоне. Однако в соседнем с Бостоном Брайтоне, где живет много выходцев из России, эту синюю традицию не поддерживают. Русские эмигранты предпочитают красный, цвет не только коммунистов, но и республиканцев. Елена Галперина, переехавшая в США 15 лет назад ко всей своей консервативной семье в оппозиции. Она единственная за Обаму, потому объясняет, что он за доступное образование, Елена работает консультантом в колледже, и за права женщин. Мне очень нравится его жена Мэшелла Обама, потому что она потрясающая женщина, и она тоже за права женщин не сравнить с метром и его семьей. Не меньше Елены радуется победе Обамы Кэрол Симпсон, первая в американской истории чернокожая телеведущая, и первая женщина, которой в 92-м доверили модерировать президентские теледебаты. Сейчас со сцены она задает экспертам вопросы по итогам выборов, но признается, что сегодня модератор она предвзятый, поскольку не может сдержать чувств. Это совсем не та радость, которую мы испытали в 2008-м, когда президентом стал первый чернокожий мужчина. Это мы уже проходили, но тот факт, что афроамериканец был переизбран, приводит меня в совершенный восторг, особенно потому, что кое-кто из руководства республиканской партии очень хотел, чтобы Обама остался президентом одного срока, и эти люди потерпели поражение. Здесь, в бостонском Чайна-Тауне, большинство тоже голосовало за демократов, за кандидатов сенатора Элизабет Уоррен и президента Обаму. Во вторник мы несколько часов провели у выхода из избирательного участка в Сити-Холле, который находится в этом избирательном округе. Мы спрашивали у американцев, за кого они отдали свой голос, и, как оказалось, никто из запрошенных нами за Ромни не голосовал. Вот этот участок 6 ноября. Для того, чтобы проголосовать, людям приходилось стоять по 2-3 часа в очереди, и это при том, что в Америке день выборов не выходной, и с работы сотрудников тут отпускают неохотно, даже по такой уважительной причине. И, несмотря на это, голосующих по стране было на 11 миллионов человек больше, чем 4 года назад. Президент обошел соперников всего на 3 миллиона голосов, хотя прошлые выборы выиграл с перевесом в 5 миллионов. На этот раз Обаме свои голоса отдали 60% молодежи, почти столько же женщин, большей частью незамужних, больше 70% латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения, и 93% афроамериканцев. То есть все те, кого подчисляют к меньшинствам, которых в Америке уже давно уверенное большинство. Им Обама и адресовал свою победную речь. Если вы готовы много работать, не имеет никакого значения, кто вы, откуда вы родом и как выглядите. Неважно, черный вы или белый, латинос, азиат или индеец, молодой или старый, бедный или богатый, здоровый или инвалид, гей или натурал. В Америке вы можете добиться всего, чего захотите. Другую речь, более личную, победитель произнес на следующее утро. Выступая перед своей командой, президент так растрогался, что не смог сдержать слез. Это видео выложили в интернет сотрудники избирательного штаба, которых Обама так эмоционально благодарил. А пока переизбранного президента переполняли слезы радости, проигравшему кандидату пришлось отменять запланированное на случай победы грандиозное фаер-шоу. Восьмиминутный фейерверк стоимостью около 25 тысяч долларов должны были запускать отсюда, из бостонского порта, который виден из окон штаба Метаромни. Пиротехнику уже загрузили на баржу, но салюта так и не случилось. И фирме, которая организовывала фейерверк, пришлось отвозить все обратно на склад. А сам Метаромни тем временем в своем штабе в бостонском центре выставок и собраний, выступая с горькой речью, признает поражение. Поздравлений заслуживают все, кто поддерживал Обаму. Особенно его жена Мишель и их дочери. Для Америки это время великих испытаний. Я молюсь о том, чтобы президент успешно управлял страной. Колумбнист журнала Fortune Нина Истон, чей муж разрабатывал стратегии для компании Ромни, той ночью тоже была в избирательном штабе республиканцев и очень надеялась увидеть фейерверк. В первые часы подсчета голосов ее кандидат уверенно лидировал, но когда он потерял Огайо, а потом и Флориду, Нина поняла, что праздника не будет. Республиканцы взяли большинство голосов белого населения, но наша страна становится все менее и менее белой. Его число по сравнению с 2004 и даже с 2008 значительно снизилось. Так что если вы получаете большую часть от меньшего пирога, победить это вряд ли поможет. Республиканцы сейчас проделывают работу над ошибками. В ближайшие несколько лет они намерены завоевать поддержку выходцев из Латинской Америки, пересмотреть свои взгляды на вопросы иммиграции и права женщин. Не успела закончиться одна избирательная кампания, как тут же последовала другая. За право занять президентское кресло в 2016-м. И разговоры о том, кто будет на него претендовать, уже начались. Ольга Лозицкая, Екатерина Былкина. Специально для программы «Вместе» Бостон США.